Это, опять же, два человека, которые изучают в школьном курсе, но скорее биологии, немножко по другим причинам. И первый это Ян Ингий Куз, который открыл фотосинтез. Пожалуй, большая его даже роль была в том, что он был личным врачом императрицема Марией Терезой, и он уговорил ее лакцинироваться против оспы, сделать прививку против оспы, а вслед за ней все ее потаны, и тоже сделали такую прививку. То есть у него была такая большая практическая польза, первый раз массово стали люди прививаться в Европе. А второй ученый, это известный шотландский батальм Роберт Браун, он сделал много открытий, используя микроскоп, в частности он открыл клеточное ядро. Вот, кстати, интересный вопрос, почему у Роберта Брауна такое недовольное лицо? Поздравляю с Энгий Кузом. Предложение. Потому что это не картина, а фотография. Это геротип, грубо говоря, первого десятилетия, когда их делали, поэтому нужно было тренировать неподвижно сидеть. Он тогда уже был в возрасте и был, видимо, этим не очень доволен. На портрет он выглядит гораздо более маважаво и гораздо более довольным. А это его микроскоп, он сейчас хранится в музее в Годинбурге, такой довольно-таки примитивный по нашим временам. А это фотография сделана с помощью его же микроскопа, клеток орхидеи, где очень хорошо видно клеточное ядро. И Браун, упоминается, опять же, в школьном курсе, как человек, заведующий бромовское движение. На самом деле, его первым заметил Энгенхаус. Но он просто скользко упоминал статей, но не особенно задался вопросом, почему оно происходит. Он Энгенхаус смотрел на поверхность спирта под микроскопом и увидел, что маленькие частицы угля, кажется, беспорядочно движутся. Вот здесь компьютерный симулятор, например, это было сделано так, а через сколько-то лет, например, через 30, Роберт Браун смотрел на определенные частицы внутри зерна пыльцы. Обычно в школе учебника пишут неправильно, что частицы пыльцы двигались на микроскоп, потому что у него там написано так немножечко нечетко. На самом деле, в основном, это были частицы внутри частицы пыльцы. То есть пыльцы обычно такая, пола внутри, на поле на воду, и там какие-то частицы двигались. И вот реально то, что он видел, примерно выглядит так. Здесь у нас не частицы пыльцы, здесь просто искусственно маленькие резиновые шарики немножечко меньше одного микрометра положены в воду, и вот они как-то беспорядочно двигаются, хотя вроде бы ничто их не толкает. И правда очень заинтересовался этим вопросом. И почему как бы его его осталось в науке, потому что он серьезно поставил вопрос, и серьезно пытался его изучить. Очень интересно посмотреть на первую страницу его статьи, вот как бы, я говорил, что рецепт, на которых писали статьи меня, потому что вообще как бы стандарт, как писали статьи меня, все-таки вот там длинное перечисление его титулов, в частности, он, видимо, был академиком нашей Королевской Академии Наук, да, вот, империал академик в сайте Сан-Петербург и так далее, так далее. Название под заголовком, в общем, очень мило, что звучит. И вкратце содержание статьи-своица к этому слову. Он сначала, он очень оживился, когда увидел это движение, потому что он подумал, что он нашел механизм, с помощью которого размножаются растения, что есть какие-то маленькие живые частицы, которые как бы отвечают за положение растений, размножались животные, тогда уже хорошо понимали, а в растении это знали хуже. И, естественно, первый эксперимент, который он сделал, он взял, попробовал посмотреть на мертвые растения, там продолжалось наблюдать это же движение, тогда он попробовал посмотреть на какую-то мертвую материю, он решил, что, может быть, это не отличается от множения растений, а просто какие-то примитивные и органические молекулы, да. Такие, опять же, очень трогательный пассаж, чтобы я стал пробовать все более-более старые камни, которые не соприкасались с растениями, потом я пошел в музей, взял фрагмент сфинкса, и там все равно они двигались. Хотя уже вроде бы фрагмент сфинкса должен был там в музее лежать 300 лет, а до этого еще как-то инсприксация с растением в Египте 3000 лет, и вроде ничего двигаться не должно. И он провел очень аккуратные эксперименты, описав их в своей статье, и суть связи с того, что причина движения физическая не биологическая, и более того, большинство физических причин он тоже исключил. То есть испарение, турбулентность, свет. То есть слово это было, что причина непонятна. И примерно 100 лет другие исследователи мучились, пытались как-то экспертально провести. К концу 19 века люди стали все больше возвращаться к существующей, но без экспертального движения, со времен греков, гипотеза атомного настроения и материи. И некоторые физики предполагают, что может быть это вызвано движением молекул, которое мы не видим под оптическим микроскопом, которое ударяется в нашу частицу, которая большее, которое мы видим. И вот, собственно, как бы происходит это движение. Тут опять же нужно сказать, что тогда, если я поменяю, например, скорость движения моих частиц, скажем, наколю как-то эту воду, то, естественно, и движение будет более быстрым. И, в принципе, Браун это тоже отмечает, что при разной температуре скорость движения разная. То есть модель какая-то вот такая, что в реальности происходит картинка справа, а в микроскопе мы видим картину слева. Мы видим только синюю частицу, мы не видим маленькие молекулы, но вот она совершает какое-то беспорядочное движение. Тут опять же интересно, что древние греки уже предполагали, что это причина исходного явления, но не Бромовского движения, а мы часто видим в лучах солнца какая-то плинка танцует. И оказывается, что Демокрит действительно говорил, что вот причина в том, что молекулы удаляются в эту пылинку. Но пылинка на самом деле двигается не Бромовским движением, а двигается из-за того, что воздух есть. В турбулентных есть какие-то потоки. И это совсем недавно кто-то решил экспериментально проверить, например, лет 10 назад. Действительно, там причина не имеет отношения никакого к ударам маленьких к молекулу. Но вот, как ни странно, такую причину высказывали еще больше двух тысяч лет назад. А современная математическая модель, она была в два шага построена. Сначала как бы такой некий каркас предложил Эйнштейн, и потом как бы совсем строгую модель построил Норбель Квиннер. Опять же, два человека, которые известны скорее в силу других своих засуг. В чем стоит математическая модель, которую первый написал, пожалуй, Эйнштейн, что у нас есть какая-то частица, которая совершает прыжки. То есть мы про молекулы не думаем, мы про них забываем, мы только думаем про то, как они на нее влияют. Их очень много, поэтому в среднем, в секунду, очень много ударов происходит, скажем, Н штук, какой-то параметр Н. Каждый удар доводит к прыжку в случайном направлении, но случайное расстояние. Ну, в среднем, скажем, расстоянии. Вот есть два таких параметра. Как часто мы ударяемся, и как далеко мы прыгаем. Ну и вот какая траектория получается на левом верхнем углу. Ну, если прыжки очень часто, то мы не видим таких отдельных скачков, а вот видим какую-то траекторию, как справа. И, в принципе, если мы смотрим на зарисовки, в которой я делал браун, что-то такое и получается. Потом эту модель, Штейнг очень сильно упростит, то есть он предложил смотреть только на прыжки в четырех направлении, вверх-вниз, влево-вправо, ну или север-юк, запад-восток. И предположим, что прыжки все время на одно и то же расстояние. В самом деле, потом конструкруешь математическую модель, выясняется, что это никак не ограничивает, чтобы получать те же самые результаты. То есть модель вот выглядит как-то так. У нас есть клещный лист бумаги, и по нему путешествует какая-то частица. То есть каждый раз, когда она на перекрестке, мы кидаем монету с четырьмя сторонами, которые обозначены север-юк, восток-запад, ну или два раза кидаем монету в обычную, и потом решаем, какую сторону она отойдет. Ну и она как-то случайно путешествует. Ну вот есть два параметра, как часто мы кидаем монетку, и как далеко мы путем. В принципе, можно то же самое делать в струкменном пространстве, я бы здесь не показал фильм, но вот будет какая-то струкменная констанция, если нарисовать траектору, это немножко лучше видно, что происходило. Что-то такое происходит. На самом деле, довольно-таки просто понять, что тут достаточно следить за одной координатой, просто посмотреть, что происходит, скажем, в стадедатах, когда мы кидаем монетку. А тогда, опять же, упрощение, что мы можем просто строить... Вот здесь низко возможных графиков, XT от времени T, и мы кидаем монетку, мы идем вверх-вверх-вниз, вверх-вниз, и поскольку я немножко рассказываю про математику, то я покажу пару слайдов с формулой, потому что формула математики пишет, хотя, как бы, опять же, есть очень интересная вещь, мы про них буду говорить, обычно классифицируют группу математиков на математиков, кто думает о формулах, и математиков, кто думает о картинках. Есть два типа математической интуиции. Какие-то люди проще оперируют с картинками, и какие-то проще оперируют с формулой. Даже если вы оперируете с картинками, все равно форму вам приходите писать и на оборот. Я проще оперирую с картинками, но несколько формулы напишу, поскольку все-таки доклад в лекции хочется сказать, чем математики занимаются. вот не мозги ценность и формула главу что у нас просто сумма прыжком каждый прыжок плюс-минус сигма суммировали на полу и все такое сумму минус один другой прыжок и каждый раз в разность 1 2 старичь просто означает что каждый раз накидаем они либо передом либо как есть раскидывает здесь раз выпуришься бы есть размер если 10 раз упорил 10 раз если в паре шкаю лишь парикаре я верлюсь несколько но тем не менее мы понимаем что действие раз клюву кинуть шансы очень маленький примерно один из тысяч и на самом деле обычный будет примерно порно режет обычная траектория будет все-таки иметь какие-то характеристические свойства вот как видно траектории на этой рисунке что же можно сказать ну вот во первых темы скажем остаемся через четыре года мы можем либо выкрутить четыре реже когда мы уйдем вправо либо четыре орла уйдем влево можем выкрутить выкинуть двери и двора оставить там где есть либо три решки один орел тогда два шага стремимся либо добавок и здесь просто это старает насколько вероятны эти разные например всего 16 исходов четыре раза кидали монетку 2 на 2 на 2 на 2 4 раза 2 на 4 4 до 8 2 на 8 16 всего 16 разных исходов один из них до 4 мешки один из них до 4 4 из них до 3 решки 2 и остается 6 когда у нас режет дорогу то есть будет какой-то какое-то такое распределение оказывается что если это распределение для разного качества шагов рисовать и по-разному его ремонт копировать то будет сходиться к распределению которое называется нормальным распределением математикой статистикой распределением гаусса и она очень часто встречается в природе потому что очень много есть каких-то природных процессов где вы много добавляете независимых друг от друга величие здесь мы сделали много шагов которые друг от друга независимых например она встречается если вы сможете распределение по росту людей у вас будет примерно такое такое тоже распределение примерно такая такая крива но это пожалуй слишком сложная и на самом деле как вот инштейн писал что случайное муждание если она сделала много шагов то то где она будет распределена такой нормальный кривой но более его морозная наблюдение было про то как далеко она уйдет насколько вот широкая это крива и тут я покажу два свайла с формулы поскольку они не очень сложные и один слайд это то куда мы в среднем уйдем значок е от слова ожидания expectation по-английски означает что мы берем среднее значение нашей позиции он 50 процентов сигма 50 процентов значит среднее значение того шага это будет потому что вы сиква пополам прибавили мимо симпатом учился поэтому если вы делаете много шагов то опять же среднее значение все равно будет потому что вы собрали много чисел у каждых из которых плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Если вы сложите плюс-минус один, плюс-минус один, плюс-минус один, и вы должны и так, и так, и себя консумировать, получится 0. Поэтому спрашивать среднее значение нашей точки немножечко бессмысленно, потому что среднее значение точки будет 0, просто потому что вот этот корпус, он симметричный. Если мы можем на 5 км налево уйти, то мы на 5 км направо можем уйти, и все симметрично, среднее значение уйти. Поэтому правильно спрашивать, как далеко мы уйдем. То есть, скажем, какое будет среднее значение квадрата нашей штуки. если вы хотите стать средне значение квадратов вот у нас там много слагаемого 100 слагаемого введем в квадрут сколько будет слага 100 на 100 10000 очень много и слагаемых будет двух типов они будут когда мы перемножили одно и тоже слагаемое два раза или мы уже куда слагаемой другой слагаемый типа с 2-то есть с 2d с и у них будут разные средние значения потому что если вы берете два раза, то взяли плюс минус 1 и умножили на плюс минус 1. Что получится? А 0. Потому что плюс минус 1 в среднем 0 умножить на среднем 0. То есть 0 и получится. А если вы взяли два одинаковых, то у вас получится плюс минус 1 в квадрате. А –1 в квадрате всегда будет 1. – 1 в квадрате 1 , плюс 1 в квадрате 1. То есть получается что, если у нас 100 слагает, то мы звели в квадрат, получим 10 тысяч, но только 100, которые S1 в квадрате, с 2 в квадрате дали не 0. То есть только 100 не нулевых свадок. То есть получается, что X в квадрате в среднем будет как наш один шаг, сигма в квадрате, на количество свадок. N, D, потому что T секунд, и N шаг. И если взять не квадрат нашего расстояния, а просто его, нужно взять квадратный корень, получается сигма на корень из N, D. И вот это очень интересное наблюдение, потому что смотрите, мы сделали N шагов, обычно когда мы делаем N шагов, мы уходим на расстояние N. То есть как, если мы едем там 10 часов на машине, со скоростью, скажем, 1 км в час, то мы уедем на 10 км, разве что мы заблудились. Но здесь, как мы едем туда-сюда, то мы уезжаем на не 10 км, а на меньшее расстояние. И что самое смешное, что мы уезжаем на корень квадрат из 10. То есть получается, что такая эффективность теряется, и мы, как бы, дольше и дольше едем, а на самом деле, как бы, синий дольше, дальше не уезжаем. Но что другое, что интересно, что вот было два параметра, сигма N, как часто мы прыгаем, как мы далеко. И одно из них получается квадратный корень, а другое – X. Это то, что Эйнштейн заметил в своей статье. Еще он заметил, что все эти параметры можно экспериментально изменить. И получается такая формула, которая связывает разные величия. Продолжение следует...